Привет всем. Первая тема после выпуска нашла меня сама, довольно неожиданно, в небольшом обсуждении в ЖЖ. Не буду давать ссылку, чтобы не разводить там холивары, это не важно. Изначальный тезис авторши был следующий. Она назвала очень странным, что по биходе выражение «У нее непьющий муж» или «Зато у нее непьющий муж» является таким крутым комплиментом, который очень многое говорит положительно о мужчине. А удивляет ее то, что это же вроде бы должна быть норма. Чем тут хвалиться? Это заурядный факт для любого нормального человека, любого нормального мужчины. Мол, почему в быту это является таким крутым комплиментом, крутым фактом? Мол, странно это, должно быть нормой. А вопрос был в конце, какой можно придумать или назвать аналог для женщины. Что такого обычного женщина не делает, что это, с одной стороны, должно быть нормой, но, с другой стороны, так редко, что является крутым комплиментом. По первой части, мой тезис в том, что, вообще говоря, «непьющий муж» — это не совсем характеристика мужа, на самом деле. Я уже раскрывал свою точку зрения в давнем ролике про алкоголь, вставляя ссылку вулу. Учитывая тот факт, что употребление алкоголя почти всегда индуцируется женщиной при одновременной психологической безграмотности мужчины, получается, что «непьющий муж» — это не комплимент мужу. Это, на самом деле, комплимент жене и говорит больше о ней, чем о муже. Она не индуцирует в нем потребление алкоголя, желание потребления алкоголя. Или индуцирует слабее, чем он способен сопротивляться психологически. Так что, еще раз, это не комплимент мужу и не свойство мужа, скорее всего. Это либо комплимент паре, либо комплимент женщине. А ответ на второй тезис — какой существует женский аналог неупотребления алкоголя? На этот ответ у меня навел один из комментаторов женского пола. Комментатор довольно-таки обильно поливал тем, что я называю эмоциональный смог. То есть всякая вербальная эмоциональная агрессия, ирония, уязвление, такое плевание ядом, пшиканье ядом постоянное. И именно от прочтения этих ядовитых строчек меня посетила мысль, что же является женским отражением неупотребления алкоголя. Ведь алкоголь мужчинами во многом воспринимается как эмоциональная боль утоляющая. Это средство для заглушения эмоциональной боли. Особенно в тех случаях, когда мужчина плохо осознает, откуда она и чем она вызвана. Он просто ощущает что-то, но не понимает ни причин, ни источника. Потому что никогда это не копал, серьезно. Ни со специалистом, ни самоанализом. Получается, если у него дома нет достаточно сильного источника эмоциональной боли, то у него почти наверняка и нет причины употреблять алкоголь. То есть отсутствие вот этого ядовитого отношения, разбрызгивания постоянно от этого яда в виде иронии, подколок, уничижения, гримас определенных, мимики, жестов. Речь даже не о любви. Просто об отсутствии постоянного такого легкого подтравливания. Это уже круто. Смотрите, с одной стороны, это совершенно базовая, элементарная вещь, которая должна была бы быть в любых отношениях. И уж тем более в семейных. Это должна быть норма по умолчанию. Даже там, где любви особой нет. Просто хотя бы нейтральная территория, нейтральные отношения. Тем не менее, это действительно редкость. И действительно встречается нечасто. И женщины, которые просто не травят мужчин вокруг, уже вызывают удивление и благодарность, и странные приятные чувства. Хотя она ничего тебе конкретно не сделала особенного. Она просто тебя не травит. Это уже круто. Просто не исторгает мизандрию постоянно. Вот такая мысль меня посетила. При обдумывании оборотной стороны отсутствие мужского алкоголизма. Желаю вам поменьше яда в жизни. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok